Бисмиллах, альхамду лиллах, салату ассаламу аля Расуллиллаху, аля али и асхаби, аману аля маба. Говорит имам Аззагаби, рахиму Аллаху та'ала, аль-кабирату аля Ишрун. Двадцатый большой грех в нашей книге, аз-зульм, би-ахзи амуалин нас биль-батль. Что это за большой грех? Говорит аз-зульм, то есть притеснение людей посредством того, что человек забирает у людей их имущество ложным путем, то есть пожирает их имущество каким-либо из ложных видов пожирания. Нам здесь необходимо отметить то, что прошлый большой грех, который изучался в нашей книге, был относительно чего? Аль-гулюль, то есть хищение из трофеев, или из казны, или из заката. Это является одним из видов пожирания имущества людей без права. Поэтому вот этот вот двадцатый большой грех является как бы общим, а тот, который был предыдущим, девятнадцатый, он является частным. Одним из примеров, которые подпадают под этот двадцатый. Аль-Аллаху та'ала сказал Всевышний, И не пожирайте имущество ваше между вами ложным. Вот тут люби, и не подкупайте посредством этого имущества судей. Здесь в этом аяте указание на что Всевышний Аллаху та'ала сказал То есть не пожирайте ваше имущество между вами. И указал слово Амуаль, то есть имущество, как Амуалякум, то есть ваше имущество. И указал на то, что имущество верующих людей, друг для друга, словно свое имущество. В том смысле, что твое имущество для меня в запретности подобно моему имуществу. В том смысле, что так же, как я оберегаю и забочусь о своем имуществе, так же я должен относиться к имуществу своего брата. Он то же самое наоборот и так далее. Это о чем говорит тебе? Это говорит тебе о больших связях и глубоких связях, прочных связях между верующими в их взаимоотношениях. Говорит у Акала Та'ала и так же сказал Всевышний То есть упрека заслуживают лишь те, которые причиняют притеснение и несправедливость людям. И бесчинствуют на земле без всякого права. Таких ожидает мучительное наказание. То есть в этих двух аятах указание на что? В первом приходит запрет, то что запрещено пожирать имущество чужих людей, других людей без права. Во втором аяте приходит указание на то, что упрека заслуживают те, которые причиняют несправедливость людям. Одним из видов причинения несправедливости это как раз пожирание их имущества. И указывается на то, что таким людям будет мучительное наказание. Вакала Та'али также сказал Всевышний А что касается залимов, то есть притеснителей и тиранов Не будет у них никакого покровителя и помощника. Вакала Салаллау Алию Салам и так же сказал Пророк То есть притеснение и несправедливость обернется мраками в судный день. Человек окажется во мраках из-за той несправедливости, которую он причинял людям или животным, или в общем говоря окружающим еще в этой дуне. Что касается этого хадиса, то приходит он у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима со слов Ибн Умара. И так же Пророк Салаллау Алию Салам сказал То есть на него эта земля будет наложена такой толщиной, как в толщину 7 земель. Ио Ман-Каяма это судный день. То есть допустим если человек забрал один квадратный метр земли, то этот один квадратный метр земли, который он забрал несправедливо, будет наложен на него в глубину 7 земель. Он понесет на себе этот кусок земли, что называется столб земли, в глубину какую? В глубину 7 земель. Что касается этого хадиса, то приходит он у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима со слов Аиша. И так же сказал Всевышний, поистине Аллах не причиняет несправедливости и зульма даже на вес мельчайшей частицы. И так же приходит в хадисе, и диван, то есть такая книга, в которой записаны грехи людей, не оставит Аллах из него ничего, то есть без спроса. Что это за такой диван, то есть что это за книга, то есть такая книга, в которую записаны притеснения человека, которого он притеснял других людей. Что касается этого хадиса, то приходит он у имама Ахмада со слов Аиша, и может доходить до уровня хорошего из-за его поддерживающих других хадисов. То есть не из надов, только лишь о чего, еще другие хадисы, которые его поддерживают в этом смысле. И здесь имама Загаби привел этот хадис в какой форме? То есть в форме Мухтасар, в сокращенной форме. На самом деле, этот хадис является более длинным. Приходит в хадисе то, что диванов, имеется ввиду книг, в которые записаны грехи людей, бывает три вида. Первая книга, которую Всевышний Аллах Смону Аталя не прощает. Вторая книга, которую Всевышний Аллах Смону Аталя на нее не обращает никакого внимания. И третья книга, это которую Всевышний Аллах Смону Аталя не оставит без внимания. Что касается первой книги, та книга, которую Всевышний Аллах Смону Аталя не прощает, то это те грехи, которые приравниваются к многобожию, то это грехи многобожие и неверие. Всевышний Аллах Аспану Аталя не прощает человеку эти грехи, если человек придет и в его книге его грехов записан вот этот вот грех, то есть неверие или многобожие. Что касается второго дивана, то есть второй книги, на которую Всевышний Аллах Аспану Аталя не обращает внимания, то это грехи, которые человек совершает между ними, между Всевышним Аллахом Аспану Аталя. То есть Всевышний Аллах Аспану Аталя покроет его в судный день и не обратит внимания на эти грехи. Что касается третьего дивана, то это вот этот вот, который Всевышний Аллах не оставит, то есть без внимания, не оставит без спроса, без спрашивания и без расчета. Это третий диван, в который записаны несправедливости, которые человек совершает относительно других людей. Эту книгу грехов Всевышний Аллах не оставит без внимания, но человек обязательно будет спрошен за это. И так же пророк сказал, затягивание, отдавание долга богатым человеком является несправедливостью. Этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима со слов Абу-Гуравиры. Как понять этот хадис? То есть если человек должен тебе денег, и при этом он способен отдать, то есть у него есть имущество, достаточное для того, чтобы погасить свой долг. И время погашения долга уже пришло, но он затягивает преднамеренно с отдаванием долга. Не погашает долг, затягивает с этим неделю, две недели, месяц, два месяца, полгода, год, десять лет не отдает тебе тот долг, который он обязан отдать, и не погашает его, вместе с тем, что он способен его погасить. Это является чем? Зульман. Это называется матлюргани. Матлюргани, то есть затягивание богатого. Что значит затягивание богатого? То есть когда богатый человек затягивает с отдачей долга. Что значит богатый? Не обязательно богатый миллионер. Имеется ввиду тот, который способен отдать имущество. Тот, который способен погасить долг. Называется хани в данном случае. Богатый. То есть способный на погашение долга. Он не отдает свой долг, несмотря на это. Это называется чем? Зульм. Это является несправедливостью. Ва мин Акбаре зульм аль-ямин аль-фа'джира аля ха'ккин али. Говорит имам Аззаби. Одним из самых великих проявлений зульма несправедливости является то, когда человек клянется ложной клятвой, отвергая и отрицая какое-либо право, которое на нем, или какую-то обязанность, которую он обязан воздать. Имеется ввиду, если, допустим, человек должен кому-либо денег. Когда к нему приходят за тем, чтобы забрать у него этот долг, он клянется и говорит, я ему ничего не должен. Я клянусь Аллахом, я никогда не брал у него в долг. Или я клянусь Аллахом, я уже погасил ему этот долг и тому подобное. То есть клянется для чего? Чтобы увести от себя определенную обязанность, которая на нем, и отрицать эту обязанность. Говорит имама Аззаби, относительно этого, это является одним из самых больших проявлений зульма, то есть несправедливости. Он сказал об этом посланник Аллаха, тот, который своей ложной клятвой заберет у мусульманина, у человека мусульманина, то есть его право, то огонь станет для него обязательным. Всевышний Аллах обязал его огнем. И тогда люди спросили, о посланник Аллаха, даже если это будет что-либо небольшим, маленьким, даже если это будет веточка из арак, то есть веточка сивака. Рава муслим, говорит этот хадис, передает имам муслим. Нам приходится слов об Умам Аль-Даги. Этот хадис мы уже неоднократно упоминали при чтении этой книги. Значит, что получилось в этом хадисе? Тот, который своей ложной клятвой заберет из имущества мусульманина хотя бы что-либо не по праву, то Всевышний Аллах в наказании ему сделает для него огонь обязательным. Даже если это имущество будет совсем небольшим, равным по лесу, чему веточка сивака. Рава муслим, говорит пророк, если мы наняли кого-либо на работу и при выполнении своей деятельности он скрыл от нас хотя бы что-либо небольшое, равное даже и волке. И то, что выше этого, то это будет гулюль, это будет хищением. Я тебе ем, с которым он придет в судный день. Этот хадис приходит у имама муслима со слов Ради ибну Амэра Аль-Кинди. Значит, что получилось? Что если ты нанят на какую-либо работу, то ты обязан выполнять свою деятельность должным образом и должен отдавать то, что ты получил, то есть из имущества или из доходов и тому подобное, и ты на это право не имеешь, но допустим на это имеет право та компания, в которой ты работаешь, или начальники, или что-либо подобное, то ты не имеешь права укрывать это у себя. То есть должен оставить, должен что сделать, должен передать это тому, кто обладает правом на эту вещь. Поэтому пророк, салаллаху ассаляму, сказал, если мы наймем на работу кого-либо и при выполнении своей деятельности он скроет и укроет и похитит у нас хотя бы и волку или то, что выше этого, то это будет считаться за гулюль, то есть за воровство, за хищение, с которым он придет в судный день и будет за это отвечать в судный день. Поэтому то, что распространено в России или допустим в таких странах, как страны бывшего СНГ, что человек забирает с работы какие-либо предметы, допустим работает на заводе, и забирает с завода что-либо, похищает с завода что-либо, допустим что какие-либо виды, болтов, гвоздей, каких-либо предметов и тому подобное забирает с собой домой. Это является чем? Это является запретным. И то, что в обществе все люди поступают таким образом, это не оправдывает твой грех. То есть ты такого делать не имеешь права, это тебе запрещено так же, как им. И то, что они совершают этот грех, это не означает, что тебе этот грех разрешено совершать. «Ва каля саллаллаху алейху салям, сказал пророк саллаллаху алейху саляма так же, «Инна шамля аляти галляха латаштаилю алейхи наара», говорит, то есть этот хадис, так же уже упоминался нами ранее в книге, когда один из людей был убит, то есть во время сражения, и люди сказали о нем то, что он является шахидом, пророк саллаллаху алейху саляма сказал, «Калля», нет напротив, «та шамля», то есть тот вид одежды, которую он украл и похитил из трофеев, до того, как они были поделены, этот вид одежды горит на нем огнем, то есть пламенем. «Пока мараджу лун хаджаа би ширак, кана ахазагу лам тусыг уль макасим». Тогда пришел один из людей, один из подвижников, который взял ширак, то есть то, что называется как шнурок, или маленькую вировочку, из трофеев до того, как трофеи были поделены, и принес, отдал это обратно, то есть для того, чтобы избежать вот этого наказания, о котором сказал пророк саллаллаху алейху саляма. В Таркаде пророк саллаллаху алейху саляма сказал, «Шираку миннар», этот шнурок или эта веревка из огня, то есть если бы ты ее не принес и не отдал обратно в трофеи, то в судный день этот шнурок или эта веревка горела бы огнем на тебе. Этот хадис упоминался нами ранее, приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Мусульма со слов Абу-Гурейра, Так же сказал один из людей, его посланник Аллаха, «Инкутил тусабиран мухтасибан мухбилан гэра мудбир, а тукавфаран нехатайяй». Один из людей пришел и сказал, его посланник Аллаха, «Если я буду сражаться, то есть буду сражаться на пути Всевышнего Аллаха и буду убит, буду убит на пути, на пути Аллаха, на поле сражения, будучи терпеливым, надеющимся на награду от Всевышнего Аллаха, двигающимся вперед, а не убегающим с поля боя. Простятся ли мне мои грехи?» Аль-Пророк сказал нам, да, все твои грехи прощаются посредством этого, то есть если ты будешь убит с шаидом, то тебе прощаются все грехи, ильдаддэйн, кроме долга. Здесь ученые разъясняют и говорят, под долгом не имеется в виду только долги денежные, допустим, которые ты должен людям, но имеется в виду любые виды прав людей. То есть если ты должен был что-либо людям, будь то имущество, или что-либо смысловое и тому подобное, это не прощается тебе, и ты в судный день должен будешь это все равно возместить. Говорит Равагу Муслим, этот хадис передает имам Муслим, нам приходится слов Абу-Катады, Аль-Харис ибнур-Разии. И так же сказал пророк, Поясню, есть такие люди, которые углубляются и распоряжаются относительно имущества, распоряжаются имуществом Всевышнего Аллаха без всякого права, им будет огонь и у Ман-Кияма, судный день. Этот хадис говорит Равау Аль-Бухари, передает имам Аль-Бухари со слов Хаули Аль-Амцария Рали Аллаху Анга. Что означает этот хадис? То есть, допустим, если человек нанят на какую-либо должность, допустим, он правитель над мусульманами, или какой-либо вазир, или какой-либо наместник со стороны правителя и тому подобное, и в его руках имущество какое-то государственное, имущество мусульман, и он распоряжается им направо и налево на такие действия, которые не узаконены Всевышним Аллаху Сфану Аталя в его шариате. То есть, распоряжается этим не по праву. Таким будет огонь, судный день. Говорит Уан Джабирин, и приходит также у Джабира ибн Абдилля, о том, что однажды пророк сказал Каабу ибн Ужра, такое тело, которое было взращено на запретном, не войдет в рай. Огонь более подходит для него. Говорит Сахих Аля Шарты Шейхи. Этот хадис является достоверным, соответствует условиям имама Аль-Бухари, а также имама Муслима. Что касается вот этого вот хадиса, то он приходит, как уже было сказано, вышел Джабирин Абдилля, и на самом деле соответствует только условиям имама Муслима, а не условиям имама Аль-Бухари. В его иснаде Абдуллах ибн Усмани ибн Хусейм, от которого приводит имам Аль-Бухари, но талиган, то есть только в подвешенном состоянии, не приводит от него в основе. Значит, хадис является достоверным, соответствует условиям имама Муслима. Что в нем приходит? То, что то тело, которое было возвращено на еде запретной, выросло на запретной еде. А что такое запретная еда? Запретная еда может быть двух видов. Либо еда, которая запретна сама по себе, как, допустим, свинина и тому подобное. Либо еда, которая в своей основе разрешена, но заработана на запретном. На запретных видах торговли, на обмане людей, на пожирание их имущества без права, на кредите и тому подобное. Тот, который ел, допустим, разрешенную пищу, например, картошка, помидоры и тому подобное, мясо, но купил их на деньги запретные, тоже подпадает под этот хадис. Пророк, салаллаху, что сказал про него? Такой человек не войдет в рай, огонь для него более подходит. Почему? Потому что, как мы уже говорили ранее, в рай зайдут только Таивун, только благие люди. А человек не является благим. Поэтому ему нужно будет гореть в огне и испытывать наказание огня. И только после того, как выберет, что называется, из него все запретное, только после этого он будет тем человеком, который сможет войти в рай. Говорит, Приходит также вот Абдул-Вахида ибну Зияда. Здесь более верно, Абдул-Вахид ибну Зайд, а не Абдул-Вахид ибну Зияд. Как об этом приходится в селе Сахиха Шейха Албани под номером 2609. Более правильно, Абдул-Вахид ибну Зайд. Вот, Аслама Аль-Куфи. Что касается Абдул-Вахида ибну Зайда, то заранее скажем то, что он является Лаиф Джиддан, очень слабым передатчиком. Что касается Аслама Аль-Куфи, следующий передатчик Веснади, то он Маджгуль, неизвестный передатчик. От Мурра Аль-Хамадани. В некоторых рукописях приходит Мурра Аль-Хамдани. Вот Зайда ибну Аркаму, вот Абубакра Сциддыка, о том, что пророк, салаллаху ассаляму, сказал Не войдет в рай такое тело, которое было вскормлено запретным. Этот хадис является очень слабым, не является достоверным. И шейх Албани называл его достоверным и привел его в себя с Сахиха, только из-за хадиса, который приходил ранее. То есть, то, что этот хадис, который приходил ранее, со слов Джабир, в котором приходили слова пророка, салаллаху ассаляму, Каабу ибну Ауджири, из-за этого хадиса шейх Албани этот второй хадис также назвал достоверным. А вообще он является очень слабым. Но имеется в виду смысл их одинаковый. Предыдущий хадис и этот хадис в одинаковом смысле. На этом закончились контексты, которые приводит имам Аз-Загаби относительно того, что ждет человека, который пожирал имущество людей без права. Теперь приведет имам Аз-Загаби небольшой блок или небольшой абзац, в котором будет перечислять виды того, «Как может человек пожирать имущество людей без права?» Говорит Уэд Хулюфи Аз-Загаби «Качество примеров на это можно упомянуть Аль-Маккас». Аль-Маккас – тот, который собирает налоги с людей. То есть накладывает на людей незаконные налоги и собирает с них эти деньги. Этот является тем, который пожирает имущество людей без права. «Вахатур-Тарих» А также тот, который занимается грабежом на дорогах. «Катур-Тарих» То есть разбойник. То есть не нужно здесь представлять разбойников, которые были в 16 веке, грабили телеги и тому подобное. Нет, в современности это более чем известно. То есть когда людей, допустим, что поджидают на дорогах, потом забирают их имущество, грабят их, забирают их автомобили и тому подобное. «Ос-Сарик» Также сюда входят воры. То есть воры, которые воруют в домах людей или воруют из помещения закрытого и тому подобное, тоже подпадают под это. «Валь-Баппаль» Что касается «Баппаль», то в одной из рукописей приходит не «Баппаль», а как «Аль-Баппад». Имеется в виду, это такие люди, которые всегда готовы для того, чтобы быть использованными для нарушения порядка в государстве. То есть определенная группа людей, которые, что называется, по одному свисту, готовы встать и устроить бардак. Бардак в государстве или в каком-либо городе. Допустим, пройтись в качестве демонстрации, разбить, побить какие-либо стекла, ограбить какие-то магазины и тому подобное. Это то, что называется «Аль-Баппад». «Валь-Хаин» «Аль-Хаин» — это предатель. «Хаин» имеется в виду здесь, в данном случае, то, что приходило в хадисе пророка, с.а.л.а. недавно. То есть, если человек нанят на какую-то работу и скрывает какие-либо доходы, допустим, и забирает себе то, что он не имеет права забирать и так далее. «Аз-Зухли» «Аз-Зухли» вообще в своей основе «Аз-Зухли» — это «Аль-Хиш», то есть «Обман». «Аз-Зухли» — то есть «Аль-Хашаш», то есть тот, который обманывает, премного обманывает и посредством обмана забирает имущество у людей. Но в более частном понимании слова «Аз-Зухли», то есть тот, который подделывает монеты, фальшивомонетчик, тот, который подделывает деньги, подделывает купюру и валюту какого-либо государства и за счет этого живет. Тоже подпадает под того, который пожирает имущество людей без права. «Ва-Ман-Иста-Ара-Шей-Ан-Фа-Джихада» Также из этого тот, который взял какую-либо вещь на временное, безвозмездное пользование, а потом начал это отрицать. То есть пришел к тебе, допустим, и взял у тебя что-либо. Сказал «Можно я попользуюсь, допустим, твоим предметом?» Каким-либо. И ты дал ему этот предмет на безвозмездное временное пользование. Потом человек не отдает, не отдает, не отдает, не отдает. Прошел день, прошло два, прошла неделя, прошел месяц. Человек тебе не возвращает твою вещь. Ты приходишь к нему и говоришь «Отдай мне мою вещь, которую ты у меня забирал или брал на пользование». Никакая вещь, я у тебя никакой вещи не забирал. Начинает что делать? Отрицать то, что ты ему что-либо давал в качестве безвозмездного пользования. Тоже входит под этот большой грех. «Ваман паффа фальвозна валькэль» Также подпадает сюда тот, который обманывает в весах и в объеме. То есть, допустим, подделывает весы, например, где-либо в супермаркете, в магазине, на рынке и тому подобное. Взвешивает тебе килограмм, а там на самом деле 950 грамм или 980 грамм, или 990 грамм. И так далее. То есть, посредством вот этих вот десятков граммов на объеме, что называется, на этом что-либо себе зарабатывает. Тоже подпадает под этот большой грех. «Ваман льтақата маалан фаламу аррифу» Теперь также следующий пример. Тот, который нашел какое-либо имущество, которое заслуживает того, чтобы о нем извещали и сообщали, но забрал его себе и не извещал о нем. То есть, не подал об этом объявление, что называется. «Аль-люката». «Люката» что? «Находка». Вопросы находки глубоко и подробно мы разбирали при изучении Китабу-Льбу-Юра, то есть книги торговли из Булегу-Льмара. Поэтому тот, который хочет углубиться в этот вопрос и узнать о нем поподробнее, не может вернуться к тем лекциям. Изучали то, что если ты, допустим, нашел что-то ценное на дороге, то ты не имеешь права просто так забрать это себе. То есть ты это себе забираешь, но должен об этом объявлять год. В таких местах, где скапливаются люди, как, допустим, на выходах из мечети или на рынках и тому подобное. Либо об этом объявлять где-либо в газетах, в объявлениях, либо в соцсетях, или что-либо подобное, если взять по-современному. Это называется как находка. И есть у этого свои постановления. Поэтому если человек заберет какое-либо имущество и не будет объявлять о нем в течение года, считается также тем, который совершил вот этот вот грех. Пожирание имущества людей без права. Говорит вам анбаа шей анфи, а ибун фагатта. Также из примеров на это тот, который продал какой-либо предмет, какой-либо товар, в котором есть дефект, но скрыл этот дефект и о нем не разъяснил. Также подпадает под это пожирание имущества людей без права. Потому что если бы человек знал, что в этом товаре есть дефект, он не купил бы его по этой цене. Либо вообще бы его у тебя не купил, а пошел бы купил нормальный без дефектный предмет товар. Либо если бы купил у тебя, то купил бы по более заниженной цене. А не по той, по которой ты ему его продавал. Тоже является чем? Подпаданием под этот большой грех. Валь мукамир. Мукамир. Тот, который занимается чем? Занимается азартом. То есть, допустим, ставками или другие виды, которые могут здесь иметься в виду. И на самом деле видов здесь довольно много. Некоторые из этих видов мы тоже разбирали при изучении книги Китабль-Буйо. Книга торговли из книги Булев-Марам. Допустим, различные акции, которые проводят некоторые фирмы или магазины. Или говорят, купи такой-то, в нем есть такой-то приз и так далее. То есть, здесь есть товсыль. Некоторые из этих видов деятельности являются разрешенными, а некоторые являются запретными. Опять-таки, можно вернуться куда? Можно вернуться к урокам по Булев-Марам. И сюда входит вообще любой азарт. Допустим, лотерейные билеты, различные рулетки, азартные игры, казино и так далее. Все это подпадает сюда так же. Говорит, и также тот, который сообщает покупателю о чем-либо добавочном. Как это понять? Вот этот последний момент тоже подпадает под этот грех. То есть, допустим, человек приходит на рынок и говорит, сколько стоит? Он говорит, эта рубашка стоит, например, 200 рублей. Говорит, давай продай мне за 150. Клянусь Аллахом, я сам ее купил за 190, я сам ее купил за 180 и так далее. Тогда как он на самом деле не купил ее за 190, а купил ее за 80 реалов с Китая, например, а за 80 рублей с Китая и тому подобное. То есть, обманывает без заяц, добавляет, как будто бы он купил этот товар дороже. Или, например, добавляет какому-либо предмету в его рекламе, в его разукрашивание. То есть, представляет предмет и говорит, из его свойств то-то, 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 то-то. В этом, например, компьютере такое, такое, такое. А на самом деле, половина этих свойств в этом компьютере или в этом предмете не присутствует. То есть, излишествует в чем? При украшивании своего товара и называет такие свойства, которые на самом деле в его товаре не присутствуют. И также, То есть Имама Зайбе здесь привел вот эти вот все виды для того, чтобы указать, каким образом может происходить пожирание имущества людей без права. Поэтому ты не должен представлять это лишь как что-то такое, которое у тебя только в голове, что-то абстрактное. Нет, все эти виды могут присутствовать в жизни, на самом деле присутствуют премного, и все это подпадает под вот этот вот единый большой грех. То есть смотри, Имама Зайбе как привел этот большой грех в качестве одного объемного названия, пожирание имущества людей без права. А под ним уже огромное количество различных видов. То же самое, допустим, если ты нанял человека, нанял человека на какой-то труд, воспользовался его трудом, а потом не выплатил ему его плату, либо выплатил ему ограниченно и тому подобное. То, что происходит сегодня премного так же. Многие из людей приезжают из республики СНГ, допустим, работают в деле по настройках и тому подобное, затем им не выплачивают их плату и тому подобное. Тоже подпадает под этот большой грех. Давайте теперь начитаем относительно следующего большого греха. Продолжение следует...